Война на Востоке Война на всех континентах Продлилась шесть лет И завершилась выпуском нового оружия для новой эпохи Вторая мировая война стала важнейшим событием в истории человечества И эти люди — часть той эпохи Живые свидетели побед и трагедий Принесенных в разные части света войной Эти люди расскажут о том, как на их глазах создавался наш современный мир Руками тех, кто был в состоянии И тех, кто уже не мог заплатить Цену империи Чего стоит империя? В предыдущей серии мы рассказали о том, как союзники открыли второй фронт в Европе Теперь им предстояло наступление с побережья Нормандии в направлении Рейна Красная армия тем временем начала операцию «Багрантион», которая должна была открыть ей путь на Берлин Высадка на Филиппинах еще на шаг приблизила бы союзников к японскому архипелагу Все противники предъявляли странам оси одно и то же требование – безоговорочно сдаться Японский министр иностранных дел Мамору Сигамитсу емко охарактеризовал ситуацию Наступили адские дни В ноябре 1942 года Гитлер в обращении к народу упомянул, что вновь получить преимущество в войне Германии поможет «Вергальтунгсваффен» – «Оружие возмездия» Это был проект двух крылатых ракет «Фау-1» и «Фау-2» От их применения пострадало более 30 тысяч человек, но на исход войны это не повлияло Потраченные средства можно было использовать куда разумнее Высадившиеся в Нормандии войска союзников были полностью механизированы А немецкая армия по-прежнему включала в себя кавалерийские части, насчитывающие 1 250 000 лошадей В 1944 году ход войны могло изменить другое событие Но и здесь усилия оказались напрасны Поставшим офицерам не удалось убить фюрера взрывом На Гитлера было совершено минимум 10 покушений до того, как он пришел к власти И минимум 20 в его бытность фюрером Из всех этих попыток лишь несколько можно назвать серьезными Но операция «Валькирия» — особый случай То уже было дело рук не коммунистов, бойцов сопротивления или сумасшедших Заговор возник в высших военных кругах За ним стояли представители элиты, аристократы И они расплатились за свой неудавшийся замысел своими жизнями Задуматься об убийстве Гитлера их заставили события в Сталинграде После которых стала очевидна несостоятельность фюрера как главнокомандующего Покушение было совершено в Волчьем логове Так Гитлер именовал свою ставку в Восточной Пруссии Это происшествие явно сказалось на психике фюрера Он растерял уверенность как раз в тот момент Когда на всех фронтах требовалась особая решимость После долгих месяцев борьбы союзникам удалось пробить оборону в Италии Они взяли Рим и приближались к следующему рубежу Готской линии на севере страны Но и здесь одержать победу оказалось непросто Наиболее опытные бойцы армии союзников были заняты подготовкой к высадке во Франции На их место прислали 25 тысяч бразильцев Их родина объявила войну странам осей в августе 42-го года Также в Италию прибыла 92-я пехотная дивизия США Единственное войсковое формирование, состоящее из афроамериканцев Которому довелось повоевать в Европе Но перед тем, как рассказать об успехах армии союзников в Италии Обратимся к высадке на юге Франции Для которой были отобраны лучшие бойцы Это операция «Драгун» Здесь США явно продемонстрировали свое главенство в англо-американском альянсе Черчилль не одобрял план операции И британский штаб разделял мнение премьера Американское командование было настроено иначе Для США главный интерес представлял Марсель Крупный порт, необходимый для снабжения армии Черчилль протестовал скорее из политических соображений Он понимал, что ослабление натиска в Италии Откуда войска должны были затем направиться в Центральную Европу Означало передачу Восточной Германии, Чехословакии, Польше И даже Балкан в распоряжение Красной Армии И, соответственно, Советского Союза Сталин, разумеется, одобрил решение американского президента Будучи историком, Черчилль прекрасно понимал, к чему это приведет В 1914 году Россия надеялась расширить границы империи До линии Одернейса в Восточной Германии В 1945 году этот замысел был почти исполнен Операция «Драгун» была перенесена на середину августа Из-за нехватки десантных судов Геополитика здесь была ни при чем Высадившиеся войска быстро подавили немецкое сопротивление на юге страны Прикрытие бойцам во время высадки обеспечивали боевые корабли Наконец, открыт Четвертый фронт Союзники нанесли третий удар по оккупантам во Франции Через пару дней союзники выдвинулись с лазурного берега в направлении Марселя Немцы отступали Врага удалось вытеснить менее чем за четыре недели Но все же победа не была полной За время кампании погибло более двух тысяч союзников И около семи тысяч немецких солдат Операция была проведена слишком поздно, чтобы внести вклад в нормандскую кампанию Опасения Черчилля оправдались Неспособность западных союзников опередить советскую армию в Центральной Европе Определила политическую ситуацию второй половины 20 века По выражению генерала Марка Кларка То была главная политическая ошибка военного времени Пятая армия под его командованием Заметно отставала от седьмой американской Бодро продолжавшей наступать на юге Франции Тем временем на Адриатическом побережье Восьмая британская армия пыталась прорвать Готскую линию, чтобы выйти к Копенинам Хребту Италии А пятая американская армия приближалась к Болонье вдоль Средиземноморского побережья Британцы начали наступление в конце августа Американцы выдвинулись 12 сентября Через полторы недели ему удалось прорвать Готскую линию Но из-за погоды продвижение было медленным Пятая армия застряла в горах до октября Кларк был вынужден прекратить наступление Он потерял около 16 тысяч солдат Быстро восполнить утрату было невозможно Изи, я спросил у какого-то мальчишки Что это за яма посреди улицы? Он сказал, что немцы бросали в такие ямы стариков Закидывали досками и сжигали их Вот так мне ответил ребенок Я смог только ответить Какой кошмар Британцы завершили операцию в конце декабря За время кампании они перешли реки Конка, Морячо, Рубикон, Савио, Ронка и Ламоне И это были еще не все водные препятствия, отделявшие их от реки По Итальянский ландшафт не подходил для военных действий Хотя союзникам не удалось разбить противника в Италии в 44-м году Они удержали часть немецких войск Которые при другом раскладе могли бы осложнить ситуацию во Франции Или на Восточном фронте Германия стала жертвой имперского перенапряжения Как выражается современный историк Пол Кеннеди И без того стремительно сокращавшиеся ресурсы Были брошены на оборону завоеванных земель Восточные союзники Гитлера в подобной ситуации предпочли перейти в атаку Япония начала масштабную наступательную кампанию в Китае Она называлась операция «Итиго» номер один Чего стоит империя? Военная операция, в которой участвовали 510 тысяч японских солдат Больше, чем на любом другом азиатском фронте Преследовала две амбициозные цели Открыть наземный путь снабжения в Индокитай И захватить воздушные базы Откуда американские самолеты совершали вылеты Для бомбардировок японских городов и морских конвоев Традиция военных гимнов всегда была развита в Японии Для операции «Итиго» была написана новая песня В ней были такие слова Японские солдаты идут по провинции Хунань Мы не губим деревья, не мнём траву В наших сердцах доброта Наши враги — англо-американцы Белолицы — демоны Так проходит эвакуация из Гуйлини Ту же картину сейчас можно наблюдать повсюду в стране Уехать можно только по узкоколейной железной дороге Скоро на городском вокзале соберётся 20 тысяч человек Обе поставленные цели были достигнуты Японцы дошли до Индокитая И уничтожили американские базы За время кампании от рук добросердечных имперцев Пострадало более 300 тысяч китайцев Японская армия потеряла 100 тысяч солдат Но в целом усилия оказались напрасными Ситуация на всех фронтах складывалась отнюдь не в пользу Японии Границы империи продолжали сжиматься Захватив аэродромы на Марианских островах Американцы продолжили налёты на японские города Пока в Китае шла операция «Итиго» Войска Соединённых Штатов готовились отвоевать Филиппины В середине октября американцы участили воздушные атаки 14-го отплыли американские корабли с десантом Флотилия МакАртура состояла из 420 транспортных судов И 157 военных кораблей В армии было задействовано 50 тысяч моряков И 165 тысяч солдат Первую высадку совершил 17 октября Американский батальон «Рейнджер» 20 октября на побережье собралась основная часть войск На полосе протяжённостью 25 километров высадилось 100 тысяч человек Погибло 49 американских солдат Выполняя данное в 1942 году обещание Генерал МакАртур вернулся на Филиппины Для генерала и его солдат это действительно исторический момент Чтобы оповестить весь мир о своём триумфальном возвращении МакАртур пригласил съёмочную группу Что несколько усложняло высадку Вскоре после того, как были сняты эти кадры В нескольких сантиметрах от генерала просвистела японская пуля Имперская армия ответила на вторжение тем Что подключила к обороне военно-воздушные и морские силы А затем начала сбрасывать на неприятеля бомбы Но из-за превосходства американцев в воздухе Японские атаки захлебнулись А последовавший морской бой завершился победой США Сражение в заливе Лейте продолжалось с 23 по 26 октября Это была последняя битва линкоров за время Второй мировой войны Противники предпринимали обманные манёвры Корабли исчезали из виду в узких проливах И начинали контратаки Против десантных войск с одной стороны И против авианосных групп с другой Япония нанесла врагу удар Однако её собственные потери Были намного существеннее Американцы потопили 80% японской флотилии в заливе Лейте В имперском флоте больше не осталось авианосцев Ни одного Исход этого сражения решил судьбу филиппинского архипелага На острове Лусон оставалось примерно 250 тысяч японских солдат Но империя потеряла более половины своих самолётов И 25 крупных военных кораблей Погибло как минимум 10 тысяч солдат Часть из них утонула вместе с судами Вернувшись домой Я увидел на домашнем алтаре Фотографию брата Он умер в Китае Был убит в бою Другой брат погиб во время самоубийственной атаки Лейте Вот что стало с моими родными А меня смерть миновала Я с позором вернулся домой На Тихоокеанском фронте дело шло к победе В Европе же исход войны был давно ясен Через 4 дня после высадки англо-американских войск в Нормандии Красная армия продолжила начатые зимой попытки вывести Финляндию из конфликта Чего стоит империя Первой в атаку двинулась 21-я армия Ленинградского фронта Через 10 дней подключился Карельский фронт Финны, получившие немецкое оружие и одну немецкую дивизию в качестве поддержки Были вынуждены отступить На следующий день после того, как в наступление пошел Карельский фронт Началась операция «Багратион» В белорусской операции, да, мы чувствовали, что он готовится Поскольку стала поступать артиллерия Не дальше 16 человек, а 28 человек Причем пополнение это было из Средней Азии 22 июня Ровно через три года после вторжения немецкой армией в СССР Советские войска расставили орудия На линии протяженностью 560 километров от Смоленска до Минска По 300 орудий на километр 11 советских фронтов пошли в наступление И 10 недель двигались вперед практически без остановки В Витебско-Оршанской операции участвовали 1-й Прибалтийский фронт генерала Баграмяна И 3-й Белорусский фронт Черняховского По Белоруссии у нас шли от болота Вот где тяжело было по болотам Там дорога через лес Чем хорошо было, что у нас широкие были усиницы Да, это большое дело было для нас Мы даже, да, они, во-первых, хорошо поднимали По 30 градусов могли заходить в двор Так запросто шли 27 июня советская армия взяла Витебск И Германия лишилась 3-й танковой армии в полном составе 1-й Белорусский фронт Рокоссовского Подключился к операции 24-го числа Устремившись к Минску, чтобы состыковаться с 3-м Белорусским фронтом Части 2-го Белорусского фронта под командованием Захарова Пересекли Днепр и также направились к Минску На следующий день войска под командованием Черняховского Перешли реку Березину 37 дивизий группы армий «Центр» были буквально стерты в порошок В наступлении участвовало более полутора сотен советских дивизий В распоряжении которых было несколько тысяч танков И огромное количество штурмовых орудий За первые две недели операции «Багратион» Советские войска прошли 160 километров вглубь 400-километрового фронта Семь генералов группы армий «Центр» были убиты в бою Подразделием, в котором я служил, автоматчиком Очень быстрое отступление немецких войск позволяло нам очень быстро передвигаться В ходе Могилевской операции 2-й Белорусский фронт продолжал оттеснять немецкие войска к берегу Березины Пока не отрезал им пути к отступлению Вот форсирование реки Березина и удержание плацдарма Нашей, к счастью, бойцов Мы успешно удержали плацдарм Подболили другим переправиться частям И дальше пошло наступление своим ходом За этот бой я получил первый орден славы, третья степень В ходе Бобруйской операции советским войскам предстояло разбить 9-ю немецкую армию на южном фланге группы «Центр» Рокоссовскому оказалось под силу даже такое труднопроходимое препятствие, как Припятские болота Инженерные части проложили по ним прочные деревянные мосты 27 июня советские войска взяли в кольцо два немецких корпуса к востоку от Бобруйска Город был освобожден 29 июня В ходе операции «Багратион» Германия понесла в 4 раза больше потерь убитыми и ранеными Чем за то же время на Западном фронте 9 из 10 смертей приходилось на войска Восточного фронта С июля 44 по май 45 было убито больше немецких солдат, чем за предыдущие пять лет войны Минская операция продолжалась 5-я немецкая танковая дивизия попыталась отрезать Красной армии подступы к городу Но 3 июля 2-му гвардейскому танковому корпусу удалось войти в город 105 тысяч немецких солдат были взяты в кольцо К концу следующего дня 40 из этих 105 тысяч были убиты Красная армия наголову разбила немецкую группу «Центр» Менее чем за две недели вооруженные силы вермахта сократились на 25 дивизий Путь в Польшу и Литву был открыт Наша армия пошла ускоренным маршем вперед окружать Минск В направлении Борисова мы пошли по лесам, по болотам, мимо озера Нароч И туда, к границе Литвы Мы делали по 70 километров в сутки Вот за это время маршли более 400 километров К 11 июля немецкая армия потеряла 28 дивизий Более 30 немецких генералов было убито, либо взято в плен Красная армия продвинулась на 650 километров вперед Войска Рокоссовского дошли до реки Бук По которой до войны проходила граница с Польшей 25 числа советская армия дошла до южного берега Вислы 1 августа польские повстанцы вышли из Варшавы Навстречу советским войскам, чтобы вместе освободить столицу от захватчиков Но освобождение не состоялось Красная армия не смогла пробиться к городу Черчилль по собственной инициативе выслал самолеты со снабжением Гитлер тем временем отдал Гиммлеру приказ подавить восстание Немецкие солдаты убили 200 тысяч мирных граждан и 10 тысяч партизан 20 августа советские войска вошли в Румынию Король Михай I сразу же велел арестовать премьер-министра Иона Антонеско Через два года его расстреляли Глядя на это ликование, можно подумать, что Румыния с самого начала сражалась против Гитлера Каждый поймет, почему жители Бухареста так радуются уходу немецких войск И с распростертыми объятиями встречают русских Для демонстрации успеха операции советское правительство распорядилось провести по улицам Москвы немецких военнопленных из Минска Чтобы проследить ход колонны с первого ряда по последней, потребовалось около полутора часов После такого масштабного шествия улицы были демонстративно вымыты Чего стоит империя? Пик операции «Багратион» совпал по времени с наступлением союзников в Нормандии Высадка 180 тысяч солдат на французском побережье, несомненно, прошла успешно Но это было только начало продолжительной кампании В первый день союзники не захватили ни одного участка из предусмотренных планом Труднее всего оказалось взять город Кан Союзники неделями обсуждали его осаду Они должны были войти туда в день высадки Но в итоге на прорыв немецкой обороны ушло полтора месяца Операция затянулась по многим причинам, спорить о которых можно бесконечно Но главной из них, несомненно, была стойкость немецкой армии Первой оборону попыталась прорвать 3-я канадская дивизия На что немцы ответили серией отчаянных контратак Это произошло на следующий день после высадки Для солдат, защищавших город, 7 июня 1944 года стало днем боевого крещения Этих молодых парней недавно призвали в армию 20 тысяч человек служили в 12-й танковой дивизии СС Гитлер-Югент Этим ребятам было по 7 лет, когда Гитлер пришел к власти Их взрастила пропагандистская система образования Которая Рейх всегда придавал колоссальное значение Руководитель Гитлер-Югенда Бальдур фон Ширах Написал специальную молитву, которую юные солдаты повторяли с религиозной истовостью Вот ее текст Адольф Гитлер, ты наш великий фюрер Твое имя повергает врага в дрожь Лишь ты один должен править миром Позволь нам ежедневно слышать твой голос Укажи нам путь Мы будем верны тебе до конца И отдадим за тебя жизнь Слава фюреру! Хайль Гитлер К концу кампании дивизия Гитлер-Югент Потеряла 42% своих бойцов Ход боевых действий также затрудняли особенности местного ландшафта В частности, так называемый «бакаж» Череда земляных насыпей с живыми изгородями При том, что операция была спланирована в мельчайших подробностях Командование почему-то упустило этот немаловажный момент Но численное и оружейное превосходство союзников возрастало с каждым днем К 12 июня Союзники соединили пляжи Омаха и Юта в один участок И перешли к взятию полуострова Катантен По словам генерала Фридриха Дольмана, командовавшего 7-й немецкой армией Войска на полуострове были растянуты до предела, как тетива лука 18 июня 7-й американский корпус добрался до города Барновиль-Лебертран Неподалеку от Катантена Главной целью операции был захват Шербурского порта Американская армия освободила Шербур 27 июня Но портовые доки были разрушены Ремонт должен был занять несколько недель Британцы вновь попытались взять Канн Но недавно прибывший во Францию второй немецкий танковый корпус отразил атаку Во время одной из крупнейших танковых баталий в Нормандии Я сидел на башне танка У меня над головой разорвался снаряд Осколки попали мне между колен и убили стрелка, который сидел в танке прямо подо мной Можно сказать, меня в тот раз от смерти отделяло 15 сантиметров В начале июля 1-я американская армия выдвинулась в сторону Сен-Ло 4-го числа Гитлер в последний раз выступил с трибуны Как отметил Альберт Спейер, фюреру мало кто аплодировал Хотя наши танковые войска численно превосходили вражеские Немецкие танки были лучше Это пантеры и тигры К счастью, тигров было немного Но вот подбить их было невозможно Можно было только избегать встречи с ними Стрелять по ним было бесполезно После тяжелой битвы у нас не осталось ни одного танка Каждый командир знал, если машину повредили, нужно пересесть в новую Я так делал три раза Меня почему-то сошли достойным награды Британцы начали бомбить Канн с удвоенной силой В ходе операции Чарнвуд союзникам удалось только ослабить оборону Монгомери начал боевые действия к востоку от города Чтобы облегчить наступление войскам Брэдли После продолжительных бомбардировок канадцам наконец удалось взять Канн А американцы тем временем вошли в Сен-Ло Наши войска движутся на юг Думаем, каждый согласится со словами генерала Монгомери Всем солдатам, воевавшим за союзников в Нормандии, я скажу Молодцы! Молодцы, ребята! Теперь войска союзников могли распределить свои силы наиболее разумным образом Армия двинулась на восток Она включала в себя миллион четыреста пятьдесят тысяч солдат и более четырех тысяч танков 25 июля американцы привели в исполнение план Кобра В ходе операции Чарнвуд союзникам удалось отодвинуть линию фронта южнее За время операции Кобра седьмой корпус прорвал немецкую оборону К концу июля пал Авранж Параллельно британская армия провела операцию Блюкоут Выровняв линию фронта вдоль реки Вир Теперь мы их точно добьем Заявил генерал Лиланд Хоббс, командовавший 30-й пехотной дивизией США К концу июля до цели оставалось еще далеко Но войска союзников неизменно продвигались вперед Немецкая армия потеряла 113 тысяч солдат и 2117 танков Восполнить потерю не удалось Германия смогла выслать во Францию лишь 10 тысяч солдат и 17 танков К концу августа союзники перешли к новому важному этапу Они прошли всю Нормандию и приступили к освобождению Франции В августе 1944-го я воевал под командованием Паттона Бои шли в галстуках Если уж погибать, то красиво Третья армия Паттона приступила к боевым действиям в начале августа Войска разделились и двинулись в четырех направлениях К военно-морской базе в Бресте К порту в городе Ларьян К Ренну И на юг к реке Луара и городу Нанту Мы шли вдоль побережья и освобождали один городок за другим Помню, в одном городе Кто-то начал стрелять по нам с колокольни Я попытался достать стрелка из миномета Не получилось Осталось выругаться Запрыгнуть в машину и ехать дальше Это мое самое яркое воспоминание Шутки только К 6 августа союзники дошли до Ларьяна Но город, провозглашенный одной из крепостей Гитлера Продержался до самого конца войны 7 числа верховный главнокомандующий экспедиционными силами Дуайт Айк Эйзенхауэр Сформировал штаб в Нормандии 25 августа Паттону осталось пройти меньше сотни километров до немецкой границы Тем не менее, понадобилось еще 9 месяцев кровопролитных боев Как на Западном, так и на Восточном фронте Чтобы Третий Рейх, наконец, пал 8 августа Немцы создали на линии фронта выступ Позже получивший название «Фалесский мешок» В ночь с 7 на 8 августа Канадские войска приступили к операции «Тоталайз» Целью которой было плотно замкнуть кольцо вокруг 7-й армии Когда начались бои в «Фалесском мешке», мы все думали только о том, как будем воевать дальше Мы не хотели потерпеть неудачу Нас так учили Мы были на 100% уверены, что наше дело правое Я не был в этом одинок Никто даже не допускал мысли о поражении Особенно отчаянное сопротивление союзникам оказывали солдаты из дивизии Гитлер-Югент Немцы начали отступление только 16 августа В день начала операции «Драгун» на юге Франции 18 августа моя часть стала отступать и оказалась в так называемом «Фалесском мешке» 19 числа в 6 утра мешок закрылся Помню, как мы ехали, и я понял, что перед нами целый полк польских солдат Мы пробыли в осаде 3 дня Я никогда не забуду эти бои Это был сущий кошмар Бомбы падали на нас днем и ночью Только вот днем к бомбардировкам добавлялся артобстрел Было очень страшно Кроме того, у противника были огнеметы Путем больших усилий отряду Гитлер-Югент удалось создать небольшой коридор Через который из фалесского мешка вышло приблизительно 20 тысяч солдат Гитлер назвал 18 августа 1944 года «худшим днем в своей жизни» 19 августа французские внутренние силы Объединенные войска сопротивления подняли восстание в Париже 79-я американская дивизия перешла Сену На хребте Монт-Армель войска США встретились с польскими 21 числа фалесский мешок закрылся окончательно 50 тысяч немцев было взято в плем В Олесском мешке полегло более 10 тысяч солдат Мертвые лежали повсюду Если говорить на чистоту, мы буквально ходили по трупам Мы обыскивали их Надеюсь, найти в карманах сигареты или хоть что-нибудь с ясной Мы почти не ели несколько недель Около 10 утра меня взяли в плен канадцы Передо мной двое солдат Переговаривались на немецком Акцент был явно берлинский Родители увезли меня из Германии в Канаду в 1934 году Потому что они были не согласны с политикой Гитлера Сказал мне один из них и прибавил Я сейчас перед тобой, беги Удачи тебе Союзники перешли Сену Гитлер приказал губернатору Парижа, Дитриху фон Хольтицу Разрушить город до основания Париж не должен достаться врагам Они получат от нас только груду камней, заявил фюрер Фон Хольтиц, занимавший пост губернатора всего лишь третью неделю Предпочел обсудить с французами условия перемирия В его гарнизоне было всего 17 тысяч человек 23 августа фон Хольтиц сдал Париж Через два дня армия Шарля де Голля прошла маршем по Елисейским полям Париж ликовал, повсюду реяли флаги Некоторым француженкам прямо на улицах насильно брили голову за сожительство с немцами Что касается отрядов французской милиции, участвовавших в расправе с борцами сопротивления и депортации евреев Их участники будто растворились В сентябре, когда союзники вошли в Германию Черчилль и к тому времени уже тяжело больной Рузвельт встретились на второй Квебекской конференции О целях этой встречи рассказала в своем обращении супруга британского премьера Британский народ пережил тяжелые времена Но теперь ясно, что победа не за горами Люди заслуженно гордятся победами в Европе Но они не забудут свести счеты с Японией Вот о чем пойдет речь на конференции Из Квебека Черчилль отправился в Москву на переговоры со Сталином В Великобритании и США было важно заручиться гарантией того что после победы над Гитлером Красная Армия присоединится к войне с Японией Сталин согласился вступить в войну с Японией через две недели после завершения боев в Европе Черчилль попытался убедить диктатора и набросал по его собственному выражению гнусный документ договоренность о разделе сферы влияния после войны Черчилль передал записку После недолгих пререканий лидеры поставили свои подписи Чего стоит империя? Война стремительно близится к завершению Германию атакуют с востока и с запада На японскую землю впервые за всю историю империи ступает нога неприятеля Но как мы увидим в следующей серии до безоговорочной капитуляции стран оси Миру предстоит увидеть еще немало сражений на всех фронтах Программа к показу подготовлена компанией SDI Media в 2016 году Перевод Анны Сославской Текст читал Михаил Карасиков Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok